МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. В нашей студии сегодня особый гость, избранный президент Республики Молдова Игорь Тадон. Здравствуйте! Добрый вечер! Игорь Николаевич, скоро исполнится месяц, как большинство граждан Республики Молдова практически безоговорочно проголосовали во время проведения второго тура выборов за вашу кандидатуру. Тем не менее, Конституционный суд до сих пор еще не вынес окончательного решения и по результатам президентских выборов. Вот в чем причина, на ваш взгляд? И кому выгодно такое затягивание процедурных вопросов? Во-первых, очень рад сегодня участвовать здесь на передаче на КЧН-ТВ. Мне кажется, что мы уже пару месяцев, два-три месяца не встречались. Еще с начала избирательной кампании прошло довольно много времени. Поэтому очень рад сегодня пообщаться и ответить на большинство вопросов, которые наверняка есть. И вопрос, который вы задали, и вопрос, что мы делаем дальше, и что мы с прокуратурой будем делать и так далее. Поэтому за последние 7-8 дней – это первая передача. Я буду рад ответить на все вопросы, которые интересуют наших граждан. Мы с удовольствием будем задавать. Видите, даже с карьера в бой, чтобы сэкономить время, потому что зрители, узнав о том, что вы будете в нашей студии, уже в социальной сети писали нам об этом. Выбор второй тур закончился 13 ноября. На следующей неделе исполняется уже месяц после выборов, и Конституционный суд еще не принял решение. В чем проблема? Потому что это первый вопрос. И очень многих интересует. Мне звонит очень много людей, говорят, Игорь Николаевич, что происходит? Может быть, нам выйти на протест? Может, нам выйти там, высказать свою позицию, выйти поддержать? Проблема не в Конституционном суде. То есть я знаю, что Конституционный суд был готов, согласно законодательству, в течение 10 дней принять решение. Документы с ЦИКа, с Центральной избирательной комиссии, ушли в Конституционный суд в 21, если не ошибаюсь, ноября. У Конституционного суда было 10 дней, если бы не было контестации со стороны моих политических оппонентов, для принятия решения. То есть они могли запросто 1-2 декабря принять решение и утвердить уже результаты выборов. Но не было утверждено из-за того, что мои оппоненты, те, которые проиграли, весь этот период обращались в разные суды для того, чтобы опротестовать результаты выборов. И самое интересное, что происходит? Они умышленно затягивают этот процесс. Ну я приведу пример. Вот есть суд, Кишиневский суд, куда они обратились, суд сказал, что они неправы, они могут опротестовать решение суда Кишиневского, ну сегодня же, вот сегодня получили решение, могут опротестовать. Они не так делают. Они ждут еще 3 дня, максимальный срок возможный для того, чтобы опротестовать, и на третий день, и не утром, а вечером, под финал, чтобы не успели принять никаких решений. И они умышленно все это затягивали. И вот буквально вчера или позавчера было принято последнее решение апелляционной палаты, которое отклонило все их иски. теперь они могут до сегодняшнего вечера опротестовать высшую судебную палату, ну, последнюю инстанцию. После этого высшая судебная палата должна принять решение, и только после этого может состояться заседание Конституционного суда. По моей информации, я общался с руководством Конституционного суда и на днях, по моей информации, предварительно принято решение, что заседание Конституционного суда будет организовано в 10.00 13 декабря, то есть во вторник. Ну, получается, через месяц после выборов. Я думаю, что там никаких сюрпризов не должно быть, потому что оснований для того, чтобы не признать выборы президентские соответствующими Конституцией нет. Поэтому я думаю, что, я надеюсь, что 13 декабря точку во всех этих судах и вопросах, которые были в течение всего этого времени, точку окончательную поставят. Почему они все это делали, это тоже очень важный вопрос, потому что случайно или нет, но именно благодаря вот этим обращением в суд со стороны Майя, Санду, Андрея, Анастаса, Диаспора, власть успела назначить генерального прокурора принять изменения в законодательстве то, что касается пенсионной реформы. Принять решение об открытии офиса НАТО в Кишневе. И, знаете, я не верю случайности. Сталин говорил, что если это происходит уже два раза подряд, это уже не случайность, это закономерность. Мне кажется, что все эти действия со стороны моих политических оппонентов, они имели очень конкретную цель. Затянуть и растянуть по времени мое вступление в должность. То есть создать такую паузу? Для того, чтобы власть успела провести некоторые реформы, которые все знают мою позицию и были уверены, что я это заблокирую. Потому что я категорически против и открытия офиса НАТО, и пенсионной реформы, и тем более по прокурору. Я же высказался еще несколько недель назад, что по генеральному прокурору ни одна из этих кандидатур, которые они представлены, мною не будет утверждена. Поэтому они, наверное, решили выступить по-другому. Затянули через моих политических оппонентов, быстренько провели все процедуры и назначили своего прокурора. Ну, в том, что власть намерена использовать образовавшуюся паузу в угоду себе на полную катушку. Избиратели, граждане страны могли убедиться, когда в тот день, когда произошло назначение генерального прокурора, когда Николай Тимофтьев подписал, нам сообщили всем, что все, есть генеральный прокурор. И насколько законным было это решение, на ваш взгляд? Ведь мандат Николая Тимофтьев уже завершен. И в данном случае это уходящий президент или президент, который, так сказать, занимает определенную паузу, что ли. Давайте объясним и нашим телезрителям, и всем граждан Республики Молдова, что произошло и что самое важное, что мы будем делать в этой ситуации. Во-первых, очень важную реформу, которую мы провели в конце ноября, это то, что поменяли Конституцию, что прокурора назначал президент. Это очень важно. Потому что это дает дополнительные рычаги президенту влиять на ситуацию в стране. Тимофтьев мог уйти достойно с должности президента. Все эти четыре года он больших каких-то, ну, себя не проявил. Он мог сейчас в конце проявить характер. Сказать, ребята, я не подписываю никакие декреты. Вот избран уже новый президент. Большинство граждан за него проголосовало. Поэтому я вот последний месяц я не подписываю никакие законы. Пусть придет новый президент. Тем более, что все эти законы приняты после президентских выборов. Поэтому Тимофтьев еще раз доказал, что у него нету ни характера. И его очень легко убедили, сломали, подкупили вот этим законам, что дали ему секретаря и машину и кабинет, чтобы он имел где встречаться с кем-то. И он подписал все эти законы. Что мы будем делать дальше? Почему мы считаем что-то незаконно? Новый закон о прокуратуре предусматривает новый порядок утверждения и создания Совета прокуроров, который выдвигает кандидатов на должность прокурора. Согласно новому закону в этот состав должны быть представители гражданского общества и представитель, который делегирует туда президент страны. вот весь конкурс который пришел вот эти кандидаты прокурора были выдвинуты Советом прокуроров согласно старой редакции закона. Поэтому вся процедура по нашему мнению незаконна. Что мы будем делать? Конечно мы эту ситуацию так не оставим. Есть все законные основания аннулировать конкурс который они провели. Нужно утвердить новый состав Совета прокуроров согласно законодательству гражданское общество президент выдвигает новый состав Совета прокуроров должен провести новый конкурс публичный и президент страны должен назначить нового прокурора согласно вот этой новой процедуре которая будет соответствовать закону. Мы будем действовать таким образом. Во всяком случае нынешний прокурор мое мнение я его не знаю профессионал не профессионал но по нашему мнению он избран и утвержден незаконно. Мы будем делать все возможное для того чтобы его с должности снять и провести всю процедуру заново. Понятно. Ну очевидно что власти не собираются становиться недостигнутым за эту вот паузу и я так понимаю офис НАТО в молдавской столице детище нынешнего министра обороны Анатолу это институт институт государственной власти который нужно уважать вне зависимости какое от тебя мнение если ты являешься государственным человеком министром тем более ты должен уважать институт президентства республики молодого потому что это один из атрибутов государственности если ты хочешь высказываться входить в какие-то полемики тогда уйди с государственной должности политик политики могут высказать все что хотят уйди просто политику и занимайся политикой поэтому и шалару и другие которые себе позволят так поступать я буду очень жестко с ними вести диалог ну к примеру шалару если он добросовестно сам не уйдет с должности в начале следующего года то я думаю что одно из первых заседаний высшего совета безопасности будет заниматься делами этого шалару и то что он делал когда был министром транспорта и то что он делал и продавал оружие будучи министром обороны мы все это знаем вся эта информация есть поэтому я думаю что шалару осталось несколько недель или месяц на должности министра и после нового года он с этой должности уйдет я в этом уверен видимо этим объясняется человек понимает достаточно таки активные действия по самопиару посмотрите то он воюет снова с памятниками советской истории пытается сносить их и сейчас заявление так сказать его любви к НАТО и это ну в общем-то я думаю что у них проблема внутри либеральной партии он пытается сместить с должности Михаила Гимпу Михаил Гимпу в следующую субботу попытается провести национальный совет для того чтобы его снять из партии и он пытается вот таким таким образом критикуя президента инициативу президента как-то себя позиционировать но я еще раз повторяю есть институт государственности республики Молдова это президентура за последние 4 года за последние 7 лет не 4 года после 2009 года президенту доверяет меньше всего в этой стране нужно доверие к президенту вернуть вернуть поэтому вот такие как Шалару и другие получат со стороны президента всеми рычагами возможности получат то чего они достойны чтобы не сказать жестче но то что они вылетят оттуда и он и другие пусть занимаются своей политикой в Бухаресте или в Колоннице или в других местах но раз ты министр уважай тем более верховный главнокомандующий что за диалоги что за дебаты мы проводим не нравится ушел не хочешь уйти мы тебе уйдем дело дело времени это произойдет самостоятельность излишняя мне кажется для человека наделенной исполнительной власти Игорь Николаевич страна наблюдает за тем что сейчас происходит в парламенте смотрите многочасовые заседания скоро наверное суточные будут прямо выдавать депутатам вчера до 23.00 до 11.00 обещано было в 8 закончить а закончили смотрите когда но то что происходит в парламенте сейчас вызывает определенный если не сказать кричащий резонанс смотрите сегодня мы наблюдали протест перед парламентом представителей конфедерации профсоюзов которые не согласны с тем что делается в области в качестве пенсионной реформы вы в частности лично вступали против того что предложено было правительством в проведении в качестве пенсионной реформы что будете делать вот с тем подарком который сегодня вам так сказать чуть ли не каждый день готовит кабинет министров понимаете давайте сначала объясним что происходит почему так вдруг депутаты стали очень активными и работает допоздна проводить все эти реформы закона во время избирательной кампании они не могли и так рейтинг власти никакой поэтому безусловно до выборов вот все эти законы они принять не могли потому что тогда за них бы никто не проголосовал и за их не кандидат но мы об этом предупреждали в избирательной кампании я говорил гражданам ребята вот что они готовят раз два три четыре пять прошли выборы победил не кандидат от власти победила оппозиция они осознали что этого президента не смогут контролировать и заставить делать то что они хотят и они через Майю Санду Андрея Настаса растянули период мы об этом говорили в начале передачи создали паузу в месяц полтора потому что во вторник в месяц решение конституционного суда и после этого нужна еще инаугурация а для инаугурации минимум 7-8 дней должны нужно потому что нужно готовиться будут иностранные гости и так далее и они создали себе паузу в 30-40 дней для того чтобы принять все эти законы и каждый день мы видим там по 12 часов они сидят в парламенте и принимают штампуют все эти законы там очень много ошибок они все это делают торопясь придется ко всему этому возвращаться и вы видели фракцию нашу фракцию партии социалистов как каждую позицию отстаивают блокируют для того чтобы они не были приняты но скорее всего все эти реформы не приняты что дальше после моего вступления в должности у нас будет очень много работы будет очень непросто я говорил нашим избирателям говорил гражданам республики Молдова что победа на президентских очень важна потому что мы промолдавские силы государственники последние 7 лет проигрывали и местные выборы и парламентские не потому что мы слабее потому что власть фальсифицировала эти выборы мы помним 2014 год когда снимали одну партию с гонки когда появлялись склоны спойлеры и так далее но впервые за последние 7 лет мы выиграли но эта победа промежуточная нам нужно идти дальше поэтому я очень хорошо понимаю и осознаю что будет очень серьезная борьба с этой властью конечно мы выйдем с инициативами для того чтобы аннулировать все эти реформы пенсионные и НАТО и прокуратура и так далее но будет непросто потому что парламентское большинство у наших оппонентов поэтому я не исключаю что в следующем году придется вернуться обратно в народ мы оттуда и не уходили но придется возвращаться с конкретным инициативам по изменению конституции по референдуму по досрочным парламентским выборам у нас других вариантов нет если эта власть думает и надеется что вот обрезали какие-то функции президенту и президент будет сидеть в кабинете или в кондрице где-то что закроет в какой-то клетке позолоченной не получится я в клетке сидеть не собираюсь вот все те позиции которые я обещал гражданам я буду отстаивать под каждую то что я брал обязательство под каждое обязательство будет президентский инициатив будут президентские компании я буду наставить чтобы их парламентское большинство приняло не согласятся тогда другого варианта не будет пойдем к народу и объясним что вот мы хотим это сделать парламентское большинство не хочет отступать тогда вариант какой выходим на референдум меняем конституцию даем полномочия президента либо сразу референдум о распуске парламента и двигаемся вперед. По поводу возвращения в народ, и правильно вы заметили, вы оттуда и не уходили, потому что за последние годы практически чуть ли не единственный политик, который объездил все районы и центры Молдовы, и будучи кандидатом в президенты, встречались с избирателями, став главой государства, продолжить эту практику, выезды на места, и если, может быть, планирование было, либо этот вопрос останется врасплох, но вот какой первый район посетили бы? Знаете, кто-то из великих говорил, или мудрых, что следующая избирательная кампания у настоящих политиков начинается на второй день после окончания предыдущей. Нельзя рассматривать народ как электорат, и нельзя возвращаться в народ только раз в четыре года, когда начинается избирательная кампания. Мы этого никогда себе не позволяли, мы всегда были рядом. И люди знают, что наши депутаты каждый понедельник находятся по району. Они знают, что когда обращаются к нам, мы пытаемся помочь. Во всяком случае, мы всех выслушиваем и кому можем, но большинству мы помогаем. К примеру, завтра, завтра, суббота, воскресенье, у нас единый политический день информирования. Завтра мы раздадим по всем районам несколько сотен тысяч наших газет, и у нас встречи в каждом населенном пункте, где мы будем объяснять, что произошло после выборов, что делает Конституционный суд, что мы намерены делать дальше. Поэтому обязательно, если говорить о партии социалистов, партия социалистов будет рядом с народом. Сейчас мы к партии вернемся с учетом съезда и так далее. Позиция президента. Я обещал, и буду держать свое слово, что раз в 3-4 месяца, раз в квартал, сделаю график и буду объезжать все районы нашей страны. Нужно и будем организовать встречи в домах культуры в каждом районном центре. Открытые встречи. Кто хочет, приходит, будем общаться, будем отвечать на вопросы, будем держать руку на пульсе. Я думаю, что раз в 3 месяца объехать физически все районы. Но я намерен раз в месяц, я думаю, что мы найдем какую-то независимую площадку, будем собирать вопросы граждан. И раз в месяц, публично, в течение часа, полтора, двух часов, я буду отвечать на все вопросы, которые волнуют граждане Республики Молдова. Публично, открыто. Кто-то может быть, к примеру, вы можете сделать прямой эфир на телевидении. Но раз в неделю своеобразный отчет избирателям, если можно так сказать, и ответ на вопросы гражданам, я это буду делать. Начиная с января, сразу после того, как мы в этом месяце закончим все процедуры вступления в должность. У нас на январе уже предусмотрены некоторые очень важные встречи за рубежом. Мы об этом, наверное, сегодня поговорим. Но в конце января это будет первый вот такой отчет, что мы сделали за первый месяц. И так будет каждый месяц, чтобы граждане Молдовы знали, что-то они не выбрали президента, и он где-то сидит, и непонятно, или выходит, кто-то за него говорит, как было при нынешнем президенте. Я буду общаться с народом напрямую. Через встречи в районах и через эфиры, через ответы на вопросы в конце каждого месяца. Хорошее начинание. Я думаю, что и зрительская аудитория у вас практически вся страна. Потому что в этой ситуации увидеть и услышать человека, за которого голосовал, или который управляет сейчас государством, который определяет будущее твое и твоих детей, мне кажется, крайне важно. А то, что касается, вы спросили, какой район. Я уже был в Бельцах, был в Камрате, был в Тараклии, обещал в Окнице. Но я думаю, что сразу после инаугурации, я сегодня общался и с некоторыми коллегами, я бы хотел посетить Тирасполь. Я думаю, что до того, как состоится первая зарубежная официальная поездка, она будет в Москву. Я бы очень хотел, я думаю, что мы сможем это сделать. Я хочу посетить Тирасполь. У них тоже выборы. Вот в этой воскресении выборы. Не знаю, будет один тур или второй тур 25 декабря. Но я думаю, что было бы важным, и вот я впервые говорю на телевидении об этом, и выхожу с этой инициативой, это шаг на встречу с моей стороны, было бы очень важно, чтобы мы встретились в Тирасполь. Я понимаю, что у них, во всяком случае, они декларируют другое видение. Они говорят о том, что у них независимость Приднестровья, либо субъект Российской Федерации. У нас свое видение, я об этом неоднократно говорил. Я считаю, что у нас единая страна. Я считаю, что Приднестровье была, есть и будет частью Республики Молдова. Но несмотря на то, что у нас разные взгляды, я думаю, что это не должно нам помешать, чтобы мы встретились, пообщались. Поэтому до того, как я поеду в Москву, я выйду и можно сказать, что уже вышел с этой инициативы. Я хочу поехать в Тирасполь. Я надеюсь и думаю, что эта встреча там состоится с новым избранным руководителем региона. Для того, чтобы мы сели, познакомились. Я не говорю о том, что у нас сразу амбициозная повестка дня и будем решать все проблемы. Нет. Понимаю, что непросто. Ну, хотя бы наладить контакт и начать знакомиться. Потому что этого давно никто в нашей стране на уровне президентов не делал. А Тирасполь и объединение страны, я думаю, что это одна из основных задач моей в качестве политика и президента Республики Молдова. Нетрудно представить реакцию ваших политических оппонентов, которые будут говорить, ну как же так, вы смотрите, президент, глава государства и поехал в сепаратистский регион сам. Причем самостоятельно по собственной инициативе. Знаете, меня меньше волнует позиция моих политических оппонентов. Меня волнует позиция наших граждан. А я уверен, что большинство граждан Республики Молдова хотят объединения страны. Я думаю, что это является одной из основных стратегических задач. Кроме многих других, есть очень много других проблем. Там и коррупция, и миллиарды, и качество жизни, пенсионная реформа и так далее. Но стратегически очень важно объединить страну. И я хочу сказать, что у меня еще не было переговоров с лидерами в формате 5 плюс 2 и так далее других стран. Но интуитивно я чувствую, что в следующий год, два, три у нас появляется окно возможности решения этой проблемы. Если мы не используем этот период, опять на 15-20 лет мы упустим этот шанс. Но вот сейчас, с учетом геополитической ситуации, у нас выборы президента, в России открытость к решению этого вопроса. В Соединенных Штатах есть президент-прагматик. В Европе меняется ситуация. С учетом всей этой общей ситуации, я думаю, что у нас сейчас есть реальные шансы продвинуться в решении этого вопроса. И мы будем двигаться. Вы упомянули вскользь, правда, о политической жизни партии социалистов. Я знаю, партия готовится к очередному конгрессу. Вы, получив мандат новоизбранного президента Республики Молдова, сложили полномочия председателя партии. Как дальше будет складываться ситуация с руководством партии? Я думаю, что наверняка все понимают, что это та политическая сила, которая всегда будет опорой сегодняшнему президенту. Во-первых, впервые за 25 лет независимости в законодательстве появилось условие, что президент страны не имеет права быть членом какой-то партии. Раньше это никого не волновало. Потому что был и Вороним председателем партии, и после этого исполняющие обязанности президента были лидеры партии. Не складывали. И демократы, и либералы, и так далее. Но это было сделано специально, наверное, под нас, что вот если Додон побеждает, чтобы давайте, может быть, он уйдет с партии, там что-то случится. Ничего плохого с партией социалистов не произойдет. Во-первых, я думаю, что все понимают, даже если мы сложили полномочия и сложили мандат, и ушли из партии социалистов, но в душе мы, безусловно, остаемся с нашими коллегами. Мы в течение пяти лет создали самую сильную партию в Республике Молдово. Это было непросто. Мы начинали 18 декабря 2011 года. И мы создали с нуля практически серьезную политическую силу, которая присутствует сейчас в каждом населенном пункте. Рейтинг партии социалистов сейчас около 40-45%. Это очень серьезный потенциал и очень серьезное доверие со стороны граждан. Президент страны, тем более в условиях парламентской республики, в условиях Молдовы, без сильной партии, без поддержки сильной партии ничего сделать не сможет. Потому что нужно серьезное представительство парламенте. Партия социалистов и фракция социалистов, которая самая многочисленная в парламенте, конечно, будет опорой президента в течение следующих нескольких лет. Я знаю, и я думаю, что это правильно, что партия социалистов не войдет ни в какие коалиции. Она будет в оппозиции к нынешней власти. Мы будем добиваться досрочных парламентских выборов вместе. Я не исключаю, что партия социалистов, фракция, выйдет с инициативами по отставке премьер-министра правительства. Потому что это самый короткий путь для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Вчера мы выступили с инициативой отставки одного министра. Но нужно выходить с инициативами отставки всего правительства. Поэтому мы будем работать вместе. И я уверен, что партия социалистов только будет крепнуть и иметь очень хороший потенциал на будущее. 18 декабря, ровно 5 лет с момента, как я стал председателем партии социалистов, в Кишиневе состоится съезд неочередной, на котором будет избрано новое руководство. Исполнительный комитет принял решение и предложил нашим территориальным организациям, партийным, провести встречи и заседания, отчетно-выборные заседания во всех первичных организациях, для того, чтобы узнать мнение коллег. Сейчас активно проходят эти конференции. Большинство из них, абсолютное большинство, поддерживает кандидатуру изданной Петровны Гречаной на должной председателя партии социалистов. Я думаю, что 18 декабря, это уже следующие выходные, съезд состоится. Кстати, очень много зарубежных гостей, которые хотят приехать. Практически все политические партии на пространстве СНГ, которые находятся во власти, хотят присутствовать. Кстати, из Государственной Думы Российской Федерации, где присутствуют 4 партии, все 4 партии хотят делегировать своих представителей на съезд. Очень много наших коллег и друзей из Европейского Союза уже подтвердили и Сербия, и Болгария, и Чехия, и другие страны, которые будут присутствовать на съезде, который состоится в следующий выходной. Мы пригласили и представителей левых партий, которые у нас здесь есть внутри страны, пригласили и партию коммунистов. Я неоднократно говорил, давайте по этому поводу тоже пару слов скажу. Я понимаю критику со стороны наших бывших коллег, но я неоднократно говорил и скажу еще раз, что тот же лидер партии коммунистов Владимир Николаевич Воронин, третий президент Республики Молдова, я думаю, что он должен гордиться тем, что мы победили на этих выборах. Потому что это и его заслуга тоже. Потому что я вошел в политическую жизнь благодаря ему. Я всегда говорил, что Воронин один из лучших президентов в современной истории Республики Молдова. И я остаюсь при этом мнением. Несмотря на ошибки, которые были, было сделано очень много хорошего. Поэтому я настроен на хороший диалог, на конструктивный диалог и с партией коммунистов тоже. Я надеюсь, что они это поймут. Пока они этого не понимают, исходя из тех реакций, которые я вижу. Но я думаю, что нужно забыть про все, что было. И нужно думать и смотреть будущее. А будущее нам нужно вместе на левом фланге находить общий язык. Для того, чтобы добиться досрочных выборов. Для того, чтобы левые силы, промолдавские, государственные, взяли парламентское большинство и навели порядок в этой стране. Хотелось бы немного поговорить о внешней политике. Ведь глава государства в большей степени, наверное, как представитель власти, определяет внешнюю политику государства. Накануне, участвуя в форуме или на открытии форума «Молодежь в пространстве Евразийского союза», вы заявили о том, что в начале будущего года инициируете подписание рамочного документа или соглашения с Евразес. Что будет предусматривать этот документ? Не будет ли он входить в противоречие с сегодняшними ситуациями, которые уже подписаны целым рядом политических конгломератов, контрактов между Молдовой и этими союзами? Что будет из себя представлять этот документ? Во-первых, давайте объясним мою позицию по поводу внешней политики и тех соглашений, которые уже подписаны. Лично я являюсь евроскептиком. Я не думаю, что Молдова станет членом Европейского союза. Ни в обозримом будущем, ни дальше. А это нам и не нужно. Есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом, против которого я выступал все эти годы. Была бы моя воля, если бы у меня были возможности, мы бы это соглашение сейчас пересмотрели, либо полностью аннулировали. Но у президента страны нет полномочий аннулировать, денонсировать соглашение. Это полномочия парламентского большинства. Пока парламентское большинство проевропейское, поддерживать это соглашение мы никуда не денемся. Поэтому мы будем сохранять хорошие отношения с Европейским союзом. И нам, в принципе, никуда от этого не деться на данном этапе. Нам нужно сохранять безвизовый режим. Нам нужно сохранять те программы, которые для нас, для Молдовы выгодно. Есть много хороших вещей, которые мы можем здесь внедрять в Республике Молдова. Я категорически против тех ценностей, которые нам навязывают сексуальные меньшинства и так далее. И мы это будем блокировать. Экономическая часть соглашения об ассоциации для Молдовы – это очень большая проблема. Не только из-за того, что мы потеряли российский рынок, но мы открыли наш рынок, и европейские товары убивают в прямом смысле наших производителей. Экономически убивают. Мы практически уже начали импортировать большинство товаров по товарным позициям, которые мы сами можем производить. Я говорил, полторы тысячи тонн яблок мы импортировали в этом году из Европы. И так по большинству позиций. Здесь нужно разбираться. Теперь то, что касается отношений с Россией и Евразес. Конечно, я как экономист, в первую очередь, я понимаю, что нам нужно углублять сотрудничество и интеграцию в евразийском экономическом проекте. Для нас это выгодно. Но это решение может принять только парламентское большинство. Поэтому на данном этапе, исходя из полномочий президента, мы в начале следующего года проведем переговоры с нашими российскими коллегами. Для того, чтобы сколько позволяет вот эта конъюнктура решить проблему с мигрантами и попытаться решить проблему с экспортом наших товаров на рынок Российской Федерации. Почему говорю, сколько позволяет нам конъюнктура? Потому что аргументы российской стороны, они очень просты. Они говорят, ребята, пока действует соглашение о свободной торговле с Европой, мы не можем полностью открыть наш рынок, потому что есть риски реэкспорта. Поэтому на первом этапе нам нужно хотя бы добиться, чтобы снять таможенные пошлины на наши товары, которые сейчас экспортируются на рынок Российской Федерации. То есть там два этапа будет. Первый – это таможенные пошлины, второй – это снятие полной на стенбарго. Если первый вопрос, мы попытаемся как-то решить на уровне президентов, то по-второму нужно будет провести переговоры в трехстороннем формате с Европейским Союзом, для того, чтобы не было этого реэкспорта. Теперь то, что касается Еврозес. Конечно, вступление в Еврозес и одновременно соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, они противоречат друг другу. Это понятно. Но подписание рамочного соглашения, меморандума о сотрудничестве, который будет определять общее положение, я думаю, что это мы можем сделать. Тем более, что внешняя политика, это инициатива по внешней политике, это прерогатива президента. Поэтому я думаю, что в начале следующего года я пообщаюсь со своими коллегами. Я говорю коллеги, друзья, потому что я всех знаю, Евразийской экономической комиссии. Посмотрим меморандум, получим драфт какой-то проект, обсудим и здесь, посмотрим и с нашими европейскими партнерами, чтобы у нас не было каких-то противоречий. И мы его потешим. И это будет первый шаг. После следующих выборов парламентских, я очень надеюсь, что партия социалистов вместе с партнерами, либо сами, с учетом рейтингов, которые сейчас, получит парламентское большинство, и тогда уже будут совсем другие решения приняты. Понимаю. Вы заявляли о том, что одним из первых ваших зарубежных визитов будет визит в Российскую Федерацию. И вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин говорил о том, что до конца этого года будут рады вас увидеть, провести с вами встречи. Но вот та пауза техническая, которая была создана политическими оппонентами, и уже понятно, что по регламенту нужно будет, если уже сходить из духа закона, из буквы закона, где-то не позднее 28 декабря, нужно организовать, провести инаугурацию. Как-то вот все это окажет какое-то влияние на эти планы? Безусловно, окажет. Потому что если бы мы прошли все эти процедуры до сегодняшнего дня, и у нас был бы месяц впереди, до Нового года, было бы легче организовать. И самое важное, не просто организовать, потому что поехать в Россию, наши коллеги подтвердили, что готовы с нами встречаться хоть завтра, послезавтра. Но нам нужно наполнить этот визит с качественными решениями некоторых конкретных вопросов. Поэтому, если инаугурация состоится позже 20 декабря, и останутся 3-4 дня до Нового года, ну, смысл просто быстренько поехать в Москву, будем обсуждать и с нашими коллегами. Но, скорее всего, официальный визит состоится в начале следующего года, для того, чтобы мы начали новый политический сезон с решением конкретных вопросов, надеюсь, по мигрантам и другим вопросам вместе с нашими российскими коллегами. Но открытость со стороны Москвы есть. Мы обсуждали эти вопросы буквально несколько дней назад и с послом Российской Федерации. Сегодня в Кишиневе я встречался с представителями всех четырех фракций, которые представлены в Государственной Думе Российской Федерации, обсуждали о двухсторонних проектах. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, визит в Москву состоится в начале следующего года. Но, еще раз повторяюсь, я хочу до того успеть поехать в Террасполь. Это тоже очень важно. После Москвы, если говорим о внешнеполитической деятельности, несколько дней назад я общался с Тапиолой, послом Европейского Союза в Республике Молдова. Я надеюсь, что на следующей неделе, после решения Конституционного Суда и до инаугурации, я выйду с инициативой для того, чтобы мы встретились со всеми европейскими послами. И, я думаю, что после визита в Москву, в конце января, начало февраля, у меня будет официальный визит в Брюссель. Раз первый визит в Российскую Федерацию. Вот такой вопрос, кстати, зрительской аудитории. О чем будете говорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным? Вот планировали, строили такую вот, ну, не знаю, схему? Есть три конкретных момента, очень-очень четкие, понятные. Это мигранты. У нас более 500 тысяч официально граждан Республики Молдова работают в России. Неофициально, я думаю, что их около миллиона. Из них около 200 тысяч имеют нарушение, ну, незначительное нарушение миграционного режима. И они уже несколько лет не могут вернуться домой. Они не видели своих семей, они не видели внуков некоторых по 2-3 года. И не могут приехать, потому что боятся, что им поставят запрет. Кроме этого, есть несколько десятков тысяч, которые находятся здесь, в Молдове, и не могут выехать. Поэтому первый, самый важный вопрос, это решение проблем наших трудовых мигрантов. Как его решить? Конечно, идеальный вариант сделать амнистию для всех. Поэтому это будет первый вопрос. Второй, безусловно, это экспорт. Я уже объяснил, уже мы говорили чуть-чуть раньше, что здесь нужно хотя бы на данном этапе снять таможенные пошлины, а в перспективе, в краткосрочной перспективе, полностью решить проблему с эмбаргом. Но это зависит от позиции Европейского Союза. И третий вопрос, конечно, Приднестровье. Российская Федерация является важным игроком в формате 5 плюс 2. Поэтому после того, как мы наладим диалог, либо контакт с Тирасполем, я бы хотел более детально с президентом Российской Федерации поговорить и на эту тему. Поэтому вот эти три основных вопроса. Это мигранты, это экспорт и это Приднестровье. Конечно, есть еще много других важных для нас. Есть несколько соглашений, которые были подготовлены в течение последних трех лет, но не были подписаны из-за жесткой позиции молдавской стороны. Ну, молдороссийских, там и гуманитарные, там и по миграционной политике и так далее. Есть очень много моментов, которые нужно будет обсудить и принять принципиальные решения. Игорь Николаевич, наши зрители интересуются, вы как избранный президент, как будете бороться с пропагандой унионизма, которая сегодня, ну, такая, знаете, Ахиллесова пята в строительстве молдавской государственности? Это... Ой, понимаю. Как бы сказать так, чтобы никого не обидеть? Знаете, вот на словах и в некоторых декларациях, вот я смотрю и на президента, и на премьера соседней страны, ну, не говоря, что они нас уважают, даже хвастаются где-то, что вот мы первые признали независимость Республики Молдова. А я всегда задавал вопрос, а если вы признали, ну, подпишите договор о границе. Вы же не признаете границу по пруту. Ну, что это за уважение государственности Республики Молдова? А тем более, когда делается декларация, вот два дня назад, премьер-министр Румынии Челлаш сделал заявление, что планы по объединению с Молдовой не надо бросать в долгий ящик, что нужно сейчас этим заниматься. И я не видел реакции ни одного из руководителей страны. Так из-за таких вещах нужно жестко реагировать. Ребята, что это означает? Это прямое вмешательство внутренней дела Республики Молдова. И что они хотят? Ликвидировать Молдову? И власти молчат молдавские при этом. Никто ничего на это не ответил. Мы будем отвечать жестко. Я неоднократно говорил. И говорил, и у меня были румынские журналисты, брали интервью. Я давал интервью румынскому телевидению. Кстати, очень хороший резонанс в Румынии. Они не ожидали, что у меня такая открытая позиция. У меня открытая позиция. Я говорю, ребята, мы друзья. У нас вообще проблем нет. Есть только одна проблема. Вы лезьте со своими унионистами здесь к нам. Я задал очень простой вопрос. Вот представьте себе, что мы начнем финансировать в Румынии общественные организации и партии, которые выступают за ликвидацию Румынии и возвращение половины Румынии к Молдовы. Либо венгры начнут делать то же самое, чтобы Трансильванию взять. Как реагируют румыны на это? Я вам скажу, как реагируют. Крайне жестко, мне кажется. Они запрещают законам и в тюрьму. И я тогда себе задаю вопрос. И им задам вопрос, и президенту Румынии. Если вы нам не разрешаете вот такие акции, не нам, а кому-то проводить в Румынии, почему мы должны разрешить то же самое делать у нас? То есть вы можете финансировать унионистские партии, унионистские организации здесь в Кишиневе. А другие страны не могут то же самое делать у вас. Или просто простые граждане начнут какое-то движение в Румынии, вернуть Яса, Сучава обратно, то, что было Штефан Чалмарь. Как они будут реагировать? Жестко. Поэтому по этим вопросам у нас будет очень жесткая позиция. Ага, у вас нельзя, у нас тоже нельзя. Если у нас можно, тогда у вас тоже можно. А двойные стандарты здесь не пройдут. В остальном у нас вообще проблем нет. Вот эту проблему решим. И я очень надеюсь, что мы ее решим. Почему у меня есть то ли оптимизма? Послезавтра выборы в Румынии. Конечно, я не буду сейчас делать агитацию, за кого голосовать. Но я очень надеюсь, вот по тем тенденциям, которые есть, там придут тоже левые партии. Они могут взять и парламентское большинство. И я не исключаю вместе с партнерами ихними взять и конституционное большинство. Но я надеюсь, что в этой ситуации, ну тут тоже красные победят, как их молодой. Я в этом уверен. Я надеюсь, что в этой ситуации они более прагматично будут подходить к решению двухсторонних вопросов между нашими странами. Еще раз, мы уважаем наших соседей. Мы ценим их дружбу и помощь. Они помогают по многим вещам. Но давайте уважать и нас. Хотите к нам, приходите в гости. Но без унионистского движения. Игорь Николаевич, ну тема унионизма, такая системная боль нашей страны. Ведь смотрите, корни пущены глубоко в детские души. Ведь учебники, по которым историю изучают сегодня молодое поколение, учебники – это не история нашей страны. История совершенно соседнего государства. И в этой ситуации, мне кажется, тоже надо что-то менять, пересматривать. Ведь за 25 лет независимости Республики Молдова выросло не одно поколение убежденное в том, что они не молдаване. Ну здесь мою позицию, я уверен, что все знают. Я за преподавание в школах истории Молдова. И я думаю, что в ближайшие месяцы мы выступим с такой инициативой и с проектом учебника. То, что у нас есть наработки. Я думаю, что мы добьемся того, чтобы история румын исчезла из учебников. Ну пусть будет история румын как частью общей истории Молдовы. Потому что на каком-то этапе мы были вместе, ну ненадолго. Но с 1359 года, с конца 14 века, ну была молдавская государственность. Румынии еще не было. Поэтому нужно изучать нашу историю, историю Молдовы. И здесь мы будем очень четко продвигать интересы нашей страны. Наши дети должны знать историю Молдовы. Я думаю, что нам это удастся. Под заново встречи. Вы экономисты, конечно же, наверняка следили за тем, что происходит с главным финансовым документом страны. Бюджет. И вот ваш комментарий, ваш взгляд, как будет складываться на основе такого бюджетного планирования, будет складываться экономическая ситуация в Молдове? Особенность, отрицательная особенность этого бюджета, что около трети это внешние кредиты и гранты. Это показывает неспособность правительства находить и предлагать решения по тем экономическим проблемам и социальным, которые есть внутри страны. Ну, проще говоря, они видят выход только в том, чтобы идти к дяде Сэма с протянутой рукой, взять очередную дозу кредитов и грантов. Потом отдавать нас и возвращать эти деньги. Так долго продолжаться не может. Поэтому нужно пересматривать всю эту ситуацию, нужны точки роста внутри страны. Конечно, это зависит и от решения тех проблем с экспортом в Российскую Федерацию. Но я уверен, что с моей командой, которой, кстати, мы собираем сейчас очень серьезную команду профессионалов в администрации президента, мы предложим и правительству, и парламентскому большинству наше видение и конкретные решения по тем проблемам, с которыми сейчас молдавское общество и экономика сталкиваются. Последний вопрос. Будет ли в новогоднюю ночь поздравление избранного президента Республики Молдава? Последние семь лет я каждый год поздравлял через разные ролики поздравительные. Но я уверен, что до конца года мы вступим в должность. Поэтому, конечно, поздравления будут. Будем ждать. Спасибо большое. Спасибо и удачи вам в этом нелегком деле, подъема нашей страны с колен и поставить ее на ноги. И так, чтобы гражданин Республики Молдова гордился и паспортом, и тем, что он, ну, в общем-то, патриот своей Родины. Это главное. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был избранный президент Республики Молдова Игорь Дадон. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова